Друзья, всем привет! К нам на экзегет пришел очень, конечно, важный вопрос, но даже и на такие вопросы нужно отвечать. Почему мы подвижников называем святыми, а патриарха — святейшим? Ну, во-первых, в первом послании апостола Петра мы читаем, «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Дело все в том, что святость — это не некое состояние, когда ты чудеса делаешь направо-налево, всем будущее предсказываешь, и закрыл при этом еще и дом-два. Нет, конечно, не в этом святость. Святость — это некая наша отделенность от греха. Ну, во-первых, Господь Бог у нас, Он праведный, и в Нем греха нет. И вот тот человек, который выбирает путь святости, то есть он отказывается от греха, тоже становится святым. Вообще, кстати, хочу заметить, что наша церковь, церковь — это собрание верующих, называется святой. Все те люди, которые не хотят становиться святыми или еще не достигли святости, они как раз и вне церкви находятся. Но здесь надо еще заметить, что у людей, у которых есть благодать священства, у них и правда традиционно раньше были титулы. Например, патриарх — святейший. Но это именно отношение не к тому, что патриарх живет святейшую жизнью, это только Господь может ведать, знает, а именно это относится к благодати. Вот он имеет епископскую благодать, и вот в почитании этой благодати, которую он имеет от Бога и за которую, кстати, будет отвечать, мы называем ее святейшей. Но хочу заметить, что это все-таки традиция. Мы сегодня живем во времена, когда таких титулов особенно нету, но церковь, она более старомодна, у нас эти титулы еще сохранились. Например, если бы мы жили с вами в XIX веке, то мы бы друг друга называли бы «Ваше сиятельство», «Ваша светлость», «Ваше благородие», «Ваше боголюбие» было, «Ваше преподобие», «Ваше высокопреосвященство» или «Ваше святейшество». Когда-то все люди имели какие-то вот такие красивые у себя титулы. Но времена закончились, а церковь, она более старомодна, она это сохраняет. Но одно только добавлю, что обычный человек, который находится в добром состоянии, он ко всему относится по-доброму, в том числе и к таким титулам. А тот человек, который везде ищет что-то такое неприятное, нехорошее, то даже если мы эти титулы отменим, он все равно что-то неприятное и нехорошее найдет. Будьте добрыми. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.